Глава Люберец Владимир Ружицкий встретился с жителями городского округа. Участники собрания обсудили начало нового учебного года. Из-за ситуации с коронавирусом в школах и детских садах введут новые правила. На каких еще темах заострили внимание люберчане, расскажет наш корреспондент. Это первая встреча, которая прошла в традиционном формате после снятия ограничительных мер. Пообщаться с главой пришли жители со всего городского округа. Несмотря на то, что во время самоизоляции была возможность обратиться к властям онлайн, вопросов у люберчан накопилось много. Повторное введение режима самоизоляции зависит от эпид-обстановки. Какой она будет в дальнейшем, не знает никто. Но то, что 1 сентября во всех школах начнется очное обучение, сомнений нет. Для того, чтобы не ухудшить ситуацию, работа с детьми будет проходить с особыми требованиями. Педагоги строго в масках, а детям разрешается носить средства защиты по желанию. Принято решение на уровне губернатора, что мы проводим день знаний, линейки для первых и одиннадцатых классов. С соблюдением всей социальной дистанции. При уходе в школу обязательно измерение температуры на входе. В школе должна быть специальная разметка. В школе должна быть обязательно специальное средство дезинфекции, маски, перчатки, приборы для обеззараживания воздуха. Кроме системы образования, на встрече обсудили и ряд хозяйственных вопросов, связанных с благоустройством дворов и общественных пространств. Жители улицы Щевлякова попросили обратить внимание на территорию вокруг детского сада номер 57. В поселке МЭС не хватает уличного освещения. Кроме жалоб и замечаний, на встрече также прозвучали слова благодарности. Я хочу поблагодарить вас от жителей поселка МЭС, от жителей электропоселка Малаховки, от многих. Точно могу сказать за Малахское озеро. Спасибо большое за терпение, за то, что проходим очень большие испытания. Конечно, наше озеро это как что-то с чем-то, но вырисовывается очень красиво, все очень достойно. И я надеюсь, что мы все-таки откроем именно как положено парк. В конце встречи Владимир Ужицкий пригласил Люберчан принять участие в выборах депутатов по 7-му избирательному округу. Досрочное голосование стартует 2 сентября и продлится до 12-го включительно. Основной день выборов – 13 сентября.